Обляков в Европе, новый клуб Лантратова и будущее Кафрие. Последние трансферные новости топ-клубов РП. Всем привет! У микрофона Артем Крылов и его басни футбола. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Поехали! Обляков готов уехать в Европу. Полузащитник московского ЦСКА дал большое интервью изданию Sports.ru, в котором заявил, что готов уехать в европейский клуб и даже обозначил критерии для потенциальных покупателей. Ты говорил агенту, что готов уехать? Да, разговаривали давно еще. Много чего говорить, но конкретики нет. Куда я готов поехать? В средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в Еврокубки. В Турцию и Португалию готов? Если туда, то большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место. По пути Аздоева-Кудряшова нет, заявил Обляков в интервью. Как считаете, Обляков тянет на игрок, который сможет заиграть в топ-чемпионатах Европы? Кафрие остается во Франции. Будущее решат летом. Агент футболиста отреагировал на слухи о возвращении защитника Макси Кафрие в Спартак. Будущее Кафрие прояснится следующим летом. Максимилиану в аренде до конца июня 23-го года. Так что этой зимой он не вернется в Спартак. Посмотрим, что будет. Сказал агент. Собственно, больно он нужен в Спартаке. Согласны? А вот какую-нибудь копейку при выкупе было бы неплохо получить. Что думаете по этому? Как сообщает РБ Спорт, бразильский голкипер Зенита Иван, который арендован у Каринтианца, отправляется домой. Его агент, правда, уже сообщил, что еще ничего не решено. А в Санкт-Петербург переходит молодой центральный защитник Роберт Ринан. Он подпишет контракт на 5 лет. Сообщали, что он уже в Дубае проходит медосмотр для Зенита. В социальных сетях уже начали прощаться с ним его одноклубники. Полузащитник Густаво Монтуан остается до конца сезона в клубе на правах аренды. У Зенита имеется опция выкупа футболиста. Она не обязательна. Что думаете по этому поводу? Ставьте лайки и подписывайтесь.